Скажем так, мини-программа поэтическая, потому что начинаю я не со своих авторских стихов, а с классики. И то, как у нас размышляли поэты о космосе, то есть взглянем на историю, посмотрим, когда это всё... Как в каждом веке, как себе каждый поэт, как представитель своего времени. И начнём мы... Как думаете, с кого, если это 18 век? Восемнадцатый. Правильно, да, это Ломонос. Молодец. Вечернее размышление о Божьем Величестве. Могу читать, иногда сбиваться, потому что очень сложно, язык уже такой непривычный нашему пункту. При случае великого северного сияния. Лицо своё скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы чёрный тень. Лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна. Несчетно солнце там горят. Народы Там и грудь веков. Для общей славы божества там равна сила естества. Но где ж натура, твой закон? С полночных стран встаёт заря. Не солнцем ставит нам свой трон. Не льдистым млещет огонь моря. Всехладный пламень нас покрыл. Всех ночь на землю день вступил. О, вы! В которых быстрый зрак пронзает книгу вечных прав. В котором малый вещь и знак являет естества устах. Вы знаете пути планет? Скажите, что наш ум метёт? Что зыглит ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния безгрозных туч Стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мёрзлый пар Среди зимы рождал пожар? Там спорит жирным глаз водой Или солнечные лучи блестят? Склоняясь сквозь воздух к нам густой Иль тучных гор верхи дарят? Иль в море дуть пристал зефир? И гладкие волны бьют в эфир? Сомнений полон наш ответ О том, что окреп ближний к месту. Скажите, коль пространен свет И что малейших дали звёзд? Нас не следом твари вам конец. Кто ж знает, коль велик творец? Вот так это себе представлял Ломоносов, да? А теперь... Это Ломоносов. А? Да, это Ломоносов. Размышление. Аплодируем Ломоносову. Да, давайте аплодируем Ломоносову. А теперь мы перемещаемся... У нас же машина времени, да? Где-то здесь такая незримая, да? Метафизическая. И мы с вами перемещаемся в Серебряный век. Как вы думаете, чьи стихи, вернее, уже подскажу, из целого такого эпоса «Космос» я буду читать отрывок? Что это за представитель Серебряного века? Что это такое? Нет. Что это за поэт такое? А за черные? Нет. Ну, я думаю, Антон знает. Карс? Нет! Это Космос! Малошин! Да! Малошин! Малошин! Да! Малошин! Малошин! Да! Малошин! Значит, отрывочек, потому что у него очень там... Ну, я читала на предыдущем «Космосфесте», а вот то, что я не читала оттуда же. Земля была недвижным темным шаром. Вокруг нее вращались семь небес, над ними небо звезд и первосилы, и все включал присветлый империй. Из-под Голгофы, внутрь земли, воронкой, вел танков путь к сосредоточению зла. Бог был окружностью, а центром – дьявол, распаленный в глубинах вещества. Неистовыми взлетами порталов прочь от земли стремился человек. По ступеням империи, с отбором, небесных стен и адовых бутылок. Шли кольчатые звенья и иерархии, и промостились в Библии камней. Отображение десяти столетий, циклоны веры, шквалы Елисеев. Смерчи народов, гунны и монголы, напады, интердикты и костры. Сто сорок пал и шестьдесят династий, сто императоров, семьсот царей. И сквозь мираж расплавлены оконец. А, сейчас куда-то... Оконец на золотой геральдике щитов, труба суда и черный луч Голгофы. Вселенский дух был распят на кресте, И схлестанный и изъявленный плоти. Маг простёрт над миром брений, В млечной ленте голова, Знаки поздних поколений, Счастье дольнего волхва. Поднялась стезёя млечной, А сиянная плывёт. Красный шлем остроконечный Бороздит небесный свор. В длинном чёрном одеянии В сонме чёрных колесниц В бледно-фосфорном сиянии Ночь плывёт путём цариц. Под луной мерцают пряжки До лица закрытых рис. Оперлась на циркуль тяжкий, Равнодушно смотрит вниз. Застилая всю равнину, Косы скрыли пол чела, Тенью крыльей половину Всей под лунной обняла. Кто ты, землями ночными, Опоившая меня? Кто ты, женственное имя, В нимбе красного огня? Это у нас так плохо сравнивал Космос с ночью и вообще Ну тоже такое, Его авторский взгляд, Его существенное мироздание.